здравствуйте насыщенный денек продолжается только что вернулись ребята из вязьмы всех голова пухнет от того что у нас произошло напоминаю если кто не в курсе смотрит это видео а не предыдущие покупка соседнего запущенного участка который когда-то принадлежал нам и пожалуй единственный кто понял что произошло это розька ну может потому что ему накупили вязьму пластилина а мы собираемся пиццу лопать это маленькое праздниство ник придет со стримом но отлично что что вот собаки точно восприняйся как надо и ибо нефаций нюхает цветочек переключается на пиццу которые мы тоже не прочь отведать так а кому-то уже бургер перепал спрячется в доме сейчас будет масса желающих так бумажку в печку что гав что гав висик ну ты жадина прям говядина дай бы не фасу там все очистить потом ладно ждем нику она сейчас могу тащить куда-нибудь я буду я потом ее подбирать по всему участку весь ну-ка брысь это бонечки все можно боник хлеб нельзя вот кусочек миска можешь ему дать заявили нет карька перехватит ладно ждем ребят и начинаем праздновать зашла в избушку переодеться елки-палки несешь с деревяшками возиться такой день ну а тут у меня на кромате и в комнате полный бардак сейчас властвует растал геннадич достал ему сегодня несколько книг на вы на выбор что почитать вечерком ну вот эта вещь мне очень нравится дарвильи ну это классика не по древней греции или великолепная книга которую я так любила в детстве с внутренней звезды вчера после того как он великолепно порешал примеры на сложение и замечательно написал цифры которые необходимо было применить сделаем и маленький подарочек раскручиваю свою папку с рисунками в основном я делаю для маск подобие лешего еще один вариант а он сегодня докопался до варианта когда акула вот вот до колы снизу жабрами может превращаться физиономию демона вот это вот его шедевра сегодняшние ну да действительно если бы не ноздри было похоже на акулу натолкнули его на эту мысль челюстью что висит у меня под потолком это подарок моего соседа виктора вот еще один леший он явно решил затеять нечто подобное а уже самостоятельно по моему тоже акула но что-то он пытается стирать что-то предпринимать сколько же теперь у него пластилина для поделок это приятно моей папке осталось еще масса рисунков эти уже мы с ними рассмотрим опосле после вечерних занятий если вообще после сегодняшней пирушки до этого дела дойдет уж не знаю насколько мы будем заняты ну все роско обрел сокровище дорвался до пластилина и прямо здесь начал лепить а весенька обрабатывать бонечку отловила кота все массаж принудительный по моему он не восторг объясняет как лучше делать теперь он не будет выполнять массажные процедуры с поколачивание но но клумбать не надо или цветы еще не поднялась чуле пчелку щас повсюду но ли по нет сделай ей большие черные глазки и немножко вытяни мурочку а вот крылья как ты будешь делать из беленького из беленького а я взяла голову голубенький цветы нет на тропинке же где все попадается нет боньки туда в траву большую ох скоро их участок для беготни расширится вот тут я сделаю калитку за столбом который еще может упасть когда будет большая стирка чего нет там очень удобно будет ходить а там каштан растет раньше знаете калитка было тут же теплицы не было ее поставили но все проломилась снегом калитка шла вот отсюда ухты бабушка посмотрели вонька я сразу вот так бахну заломал весь ку бонька несмотря на разницу в самых категориях нет калитка будет вот здесь самое удобное место вот только зацепилась за сетку актинидия и надо будет ее а это бы ни на что не годится она ползет под откосы и если по домкратии сделать нормальный ленточный фундамент может еще на что-то и пойдет папа любит попариться в туалет еще более-менее нормальном состоянии ну сарай я не знаю что там а все остальное у блин сколько ж мне тут работать а крапиву надо будет просто выдирать не косить а выдирать иначе никак не не расправиться малину выкапывать ну что куда ты его потащил обнимаю обнимаюсь отстань от него да посадит его на столе кому там удобнее будет это у нас специально стол стоит для того чтобы таз с мокрым бельем стоять перед развешиванием да ростислав нас ждут великие дела а ты знаешь что тебе предстоит на этом участке столько улиток ты будешь ходить с ведром их собирать и выносить куда-нибудь скотном чтобы они поселились там так мы с тобой завтра в лес идем и а может быть и нет ну посмотрим как масть ляжет но если не идем то я начинаю косить завтрашнего утра и главное чтобы никто ко мне под руки не лез и не мешал потому что косить литовкой это чревато а это я все перетащил из своей мастерской чтобы там место хоть немножко освободилось по игрушкам почти все раздали что-то пришлось выкинуть он ложка хламская осталось а тут еще коряги которым предстоит послужить вот это кстати можжевеловая ценная штука из нее можно очень интересную вещь сделать что это это серый пластилин а гармонирующий с твоим костюмчиком ладно давай продолжать да уж перспективы необозримые я слепил так сажала вот сжала и крышки здесь и хоботок даже хоботок не забыл ну классно здорово так а что дальше дальше самолет ну правильно от пчелы к самолету самое но давай пытайся так прошло еще несколько минут передо мной появилась уже акула ну-ка демонстрируй как-то красный белую по сделаю черные глаза и плавник на месте вот это вот моя мама любила вот этот задний а так это в соавторстве а вот это тело зубы вот это вот ну-ка ну-ка и вот это люблю я сам а целиком не мог справиться ну я хотел даже больше чем мало просто хотел маму привлечь к творческому процессу ну классно похоже на самолет а ты знаешь а куда то есть подводный самолет ну а ты представляешь какую скорость они плавают ну и почуешь запах крови они могут приплыть за 100 километров к тому же они чувствуют выброс адреналина запах страха есть великолепная книга которую называется тени в море там как раз про нападение акул на людей и и про их поводки вообще-то страшный организм раз мама зовет надо бежать все дорвался мужик до пластилина теперь творческим порывом не будет конца и вот действие началось мы сломали пиццу около крыльца моего дома ника начала стрим и первый раз помимо машки кто-то заходит из наших в этот дом собственно я потому что теперь это все наше честно говоря мне даже страшновато туда заходить я не совсем представляю что там внутри и уже заранее знаю что это намного отличается от того дом в котором я бывала раньше 9 лет назад честно говоря даже немножко страшновато но то что на участке мне не особо страшно что я уже успела сделать с воскресенье когда я тут косила подсохла трава и и все надо убирать куда-то забор туда еще надо прорваться а дальше с яблоней разбираться что там в доме любопытно немножко страшно тем не менее отправлюсь за остальными ребята поднялись на второй этаж там две комнаты а я остановилась в большой печка голландка и зачем-то пристроили буржуйку уж не знаю для чего соседние когда-то в холодное время года место не останавливались вообще-то штука экономичная но смотрится немножко диковато явно подтекала все надо отмывать что творится на подоконниках любите кошмары почему-то огромное количество громадных комаров самцов полегло между вставними придется возиться еще с фурточками это когда и годы не скрывался я уже говорила мебель еще от моих родных обогреватели старый бабушкин халат осталось висеть за печкой и гладильная доска девять лет прошло картина маки которая тут была издана новый коварь не наш стол наш стулья наши кресла это не наше картину когда-то написал моя сестра такая абстракция так осталось висеть время идет а вот тут стояло зеркало огромное зеркало поместили на тумбочку а раньше она висела в квартире в теплом переулке что неподалеку от парка культуры там где я родилась я с самого рождения его помню она запечатлела себе отражение моих предков бабушки дедушки возможно и их родственников его здесь уже нет нет это не она это по моему другое может быть и она по размеру подходит надо будет посмотреть а вдруг действительно сохранилась то что видела отражение всех моих родственников так ладно надо подняться на ровый этаж посмотреть что там ну честно говоря настроение когда сюда зашла было каким-то не особенно приятно так загадить дом в котором было раньше так уютно ну что ж все придет все встанет на свои места и мы сумеем сделать лучше чем чем все было это кухня столешница которую когда-то настя устанавливала со своим мужем вот эти тумбочки их покупали 1982 году эта кухня стояла у нас на соколе все привезли сюда после переезда мебель поменяли кружки от новых хозяев вот этот берлин это еще у нас на соколе села все меняется это залез наверх посмотрю что там вот этот лестниц мне никогда не нравилось когда наиска была маленькой меня она казалась чрезвычайно опасно где-то сверху очень закрыл проемы панелями здесь их не было появились какие-то коврики которых стоят чужие ботинки ладно закрывается смотрю ребят все уже там ух ты да ни одно поколение мух тут полегло по осенью крылышки сверкающий перламутром крылышки сколько же всего и великолепный вид на советский долл что же тут творится с вами я и и нас залепляли пеной все загажено оттирать шпаклевать и красить пусто а вот диван еще у нас на соколе стоял помню помню нет все это надо менять что-то многолюдство наши мы желающие смерти не желающие мужа нет давайте я залезу там бывало я знаю на какую доску наступать иди слушайте я так ну я полезла доски тут всегда ходили ходуном кармане у машки были ключи зашли мы в сарай да кое-что тут осталось сетка брус чемодан мне незнакомый когда-то бабушки сдержка был курятник а сейчас это все использую по дрова о какая же у генки может получиться замечательная мастерская его сипец оставили уж не знаю насколько он будет пригоден к употребления повсюду как обычно грязь ник обнаружил какой-то интересный нож по правду без чехла впрочем я его сама могу слепить некоторые инструменты кусачки пассатижи клеща откуда-то яйцо непонятно взявшиеся генка порадуется набору ключей черт возьми уже потихонечку начинаю осознавать то что мы о старый жесткий поднос который бабушка еще использовала да что-то осталось еще от наших так ощущаю что не 9 лет прошло гораздо меньше потому что большинство предметов которые я вижу ну конечно не вот эти вот супер ножницы но большинство это все еще наших которая покупала с родителями ох ладно будем разбираться дыры залеплять косить клеить убирать линолеум менять елки-палки и колодцем надо заниматься ему бог знает сколько лет а он еще ни разу не был чищен я даже боюсь представить что он превратился когда докопаемся к нему через яблоню ничего все вместе навалимся и одолеем девчонки продолжают со стримом бродить по участку я вернулась для того что в сесть и просто переварить информацию которую мой достаточно плоский но мозг постиг сегодня честно говоря мне было ужасно интересно узнать что творится с печкой голландкой когда-то поставлены в доме родителей туда зачем-то вмонтировали буржуйку да она более экономична но в таком состоянии как сейчас она просто неуместна и что меня порадовало там не вынимали кирпича все было проведено в отдушину который закрывается заслонкой надо посмотреть что и как может быть просто водить лишнюю глину вернуть на круги своя в конце концов не за один же день поглощить всю информацию со временем разберемся и все встанет на свои места я уверена ну вот еще одно счастье кнопка поскакал а как бы с ней встретились ты же не успеть катался привет привет я приехал вон туда рядом с участком был поорал два раза и ушел потому что она не услышал поорал два раза и потом я чуть-чуть побыл маму вон там на другом участке привет привет и потом я заметил кто-то подошел а это кнопка а вещь где страны ирмана с тобой сосиска владеет ой ладно надо мне отдохнуть от всех этих три волнения переживания трепыханий пойду-ка я опять повырезаем лучший отдых и какое-то отвлечение от нервотрепки последних дней которые произошло ну вот еще один отвлекающий фактор кнопки кнопки только не забудь потом ее домой отвезти давно у нас малышки не бывало вот только последние дни стала появляться елки-палки стрессовый день весь кайф час искала повсюду ходила оказывается дурёха спряталась сарай и машка там заперла после того как мы осматривали все эти поселения вот господа простите но есть выражение выпало как матка на пол с характерным стуком именно то же самое что я сегодня испытала я все облазила господи а ведь я подходил к сараю звала и ни звука не слышал дурёха ты могла отозваться я звала ее она не отозвалась ну вот именно тишина шифровальщица ой наконец-то ну денёчек нынче она косарая была на том участке о чудище она даже не отозвалась вернулась в мастерскую после всех треволнений кино стрима находки вот этой вот рыжей потери который теперь от меня на шаг находит и вдруг услышала звуки бензопилы знакомы знакомы не может артём взялся яблони пилить несчастную распавшуюся пойду посмотрю ну вот пошла работа вообще-то думаю что сначала обрежут тонкие ветки пилой но нет все иначе это все еще предстоит куда-то вытаскивать забор пробиваться торопится торопится ребята закончился тёмка пилил я помогал очень все это складывать что-то завесло еще на бывшему дровняке который сейчас она на пустом хоть к вам валяется и мы докопались до колодца до прикасаться к нему было боязно вот эта система когда-то вела в дом здесь можно было наполнить ведро ну как ни странно колодец то действительно боюсь что все обрушится дощечки водичка оказалось чистый ай все отваливается я закинула ведро и даже сделал глоток через пару часов будет ясно как я себя стану чувствовать 8 килограмм ты ее не поднимешь так цепь сохранилась ворот еще висит но не знаю все это разнести сделать поначалу хотя бы круг чтобы никто не провалился первую очередь банифаций шесть колец из них ну смотри только лишь все это отваливается все на соплях и цены будет переделать давайте держу небось ухты как там у него плохо там шесть колец вот прикинь два свободны еще половина свободны ну хорошо так в принципе водичка есть и достаточно неплохая но по-любому мастеров колодчиков для очистки надо вызывать а сейчас все это попытаться закрыть так смотри тут могут быть доски с дваждами рост не надо лазить никуда ну и чего там это дедушки олег гантель 8 килограмм применялась когда у меня не был своего колодца а там две гантели я ее привезла к цепи и разбивал ее и лед ну тут вот видишь все поломано сюда малина и надо будет убирать ой да какие-то доски ох ручка даже трубка для подводного плавания только не без загубника где он оранжевый а вот еще а вот . я не знаю на ходу или нет но в принципе выглядит неплохо на быть колесо проверить да мой друг нас ждут великие дела нет конца им завтра мы займемся нет пожалуй на сегодня я тут больше не нужна можно сворачиваться вращаться домой ну а завтра рано к утру мой выход с покосом теперь может пробиться дальше и надо продолжать все кори пошли домой надо косу замочить чтоб клин не вылетел и рукоятка не крутилась да пошло поехало началось вышло за ворота теперь уже нашего дома а тут началась веселая беготня вновь прискакала кнопка и молодец начал беситься ну радик с ними все равно играть не будет славный вечерок и вечер стих и небо прояснилось как все здорово нет елки плоти до сих пор не верю что все это стоялось столько ждали и все получилось вернулась домой и судя по звукам вновь пришел артем на этот раз уже отнесший пилу и взявший в руки косу но с диском кусторез да а кустов спире надо избавляться и от малины также вот это все моё крапивка травка муравка выше меня ростом все это надо будет обкашивать и приводить в порядок но уже не сегодня сегодня и труды закончены мне нравится каким энтузиазмом ребята помогают здорово хорошо когда есть семья солнце уже садится горизонт сижу на своем любимом местечке вслушиваюсь продолжающиеся звуки бензокосы почему-то у меня такое ощущение что тема не ограничился участком и двинулся с забор около забора тоже надо будет косить я думаю что это моя задача но посмотрим что будет завтра сегодня честно говоря настолько вымоталось что только до избы хочется добрести и прякнуться спать и сароськ убрал свои рисунки и пластилин ой мне придется больше ничего делать ладно попрощаться с солнышком он встретит с ним завтра и заняться делами которых еще выше крыши как жить то интересно и чем дальше тем больше это извласно Продолжение следует...